Вечер добрый, я время у вас много не заберу. Когда был год назад, я начал разрабатывать с нуля e-commerce-платформу, достаточно интересную, как я ее считаю. Я, в принципе, про e-commerce имел мнение о том, что это достаточно скучное занятие. Разработка e-commerce, оно такое, надстройка 1С в виде 2С, 2.0. До этого я обслуживал в качестве отдельной компании, своей компанией, обслуживал модную касту, я знал, что там, как оно, все прекрасно, но двух годов назад я плотно занялся разработкой, сформировал команду и начал писать с нуля, полностью с нуля платформу. Так вот, за эти полгода я полностью променял все мнения, абсолютно. Во-первых, это действительно очень серьезная инженерная работа. То есть, в e-commerce сейчас, на мой взгляд, e-commerce наилучшее применение инженерной сети. Это не то, что реклама моя, это моим мысом. Там есть и большая нагрузка, там есть большие данные, аналитика, все на свете. Но самое интересное, самое важное, что растет e-commerce по десяткам процентов в месяц. Это везде, это во всем мире. И, соответственно, это очень серьезный вызов для инженеров, которые проектируют эти такого рода системы, потому что иногда сейчас, в течение месяца, меняются элементы бизнес-моделей. То есть, цикл разработки программного обеспечения не успевает за той скоростью изменений, которая есть на рынке. То есть, интернет-магазины подстраиваются под рынок, пытаются занять новые ниши, растут, экспансия происходит. А программисты не успевают. Поэтому разрабатываем свой фреймворк, свой язык описания торговых операций, для того, чтобы, скажем так, опережать хотелки маркетологов, ну, хотя бы на два месяца. Это просто неизбыточная мечта, потому что это гонка, это реальная гонка. Девять человек у меня в команде сейчас хочется, хочется, конечно, необычного, хочется умных, талантливых людей. Самое главное, это должны быть люди, не боящиеся ответственности. Это должны быть, в первую очередь, инженеры. Что в... Сейчас в Красотловской переезжаем на Бориспольскую, потому что там два этажа. Это ничего страшного, это прямо над метро большое здание. Там два этажа, много места, все хорошо. Печеньки сразу же говорю. Я просто не знаю, как они проявляются у вас здесь, поэтому ничего про печеньки рассказать не буду. Я считаю, что для разработчиков, в первую очередь, это задача, которую он делает, это работа, которую он делает. Печеньки и развлечения, теннисные столы, он может просто прийти на час быстрее с работы, и наесться печенье, напиться пиво, и наиграться в теннис. Вопросы? Так, забыл, собственно, кто нужный. Python, NoSQL, большая нагрузка. Это вот ключевые слова, по которым я ищу людей, пытаюсь отобрать их, это достаточно тяжело. NoSQL база, неожиданно, это Cassandra. Python, много всего интересного. Не фреймворк, это чисто Python. Еще вопрос? Раз, раз, раз. Ну, ваша вакансия, действительно, это полгода. Вы много людей занимаете? И то, и то. Людей вакансий еще в два раза нужно больше, а отпор достаточно жесткий. Отпор жесткий, потому что приходится... Ну, если люди напираются на поддержку существующего решения и сапор, да, то можно рассматривать люди, которые, ну, и шли, и вышли, и скомпортно. Да, люди, которые приходят в core team, то есть это люди, которые принимают участие в архитектурных решениях, это люди, которые не тикеты пишут, простите, да, это люди, которые думают над тем, что они делают. Спасибо.